Всем привет и рада приветствовать тебя на моём канале, и сегодня вы проведёте мой вечер вместе со мной, так что если вам интересно, то, конечно же, продолжайте смотреть это видео. В общем, рассказываю, что я сейчас делаю, мы сейчас сдаём учебники в школу, поэтому я взяла вот такую вот икеевскую сумку, и вон та вот у меня стоят все учебники, которые у меня были за этот год, и я сейчас буду всё проверять по списку и смотреть, всё ли на месте, потому что вроде бы я всё смотрела несколько дней назад, и как бы мне ничего не нужно подклеивать, ничего не нужно с ними делать, но вдруг какого-то учебника нет, и лучше сейчас это проверить дома, чем потом узнать об этом в школе. Просто посмотрите на эту столбку, вроде-то окажется, ну да, не очень большая, но если вот так вот посмотреть, то их тут достаточники много. Кстати, половина из этих учебников мы даже в течение года не пользуемся, я думаю, можно увидеть, в принципе, по их состоянию, как и литература, хотя она 2018, по-моему, года вообще. Я не вижу русский. Очень тяжёлая сумочка получилась, вообще нереально тяжёлая, но идти мне от машины до школы немного, поэтому как-нибудь донесу. Всё, я сдала все учебники, и сейчас пойду домой. Итак, учебники я сдала, можете, кстати, написать также в комментариях, сдали ли вы в школе учебники, потому что... Я не помню, когда мы это делали в прошлом году, наверное, примерно так же. Вот, здесь я себе сделала чаёк, ну только вот вернулась прямо домой, и буду вам показывать, что я сейчас я буду делать. Также у меня здесь печеньки Oreo, я нашла у себя пачку шоколада... Нет, обычную просто Oreo. Вообще, могу вам так сказать, что последнее время... Ну как последнее время? Последнюю неделю мои дни максимально однообразные, я вот сейчас у меня просто слепит лампа, поэтому я так немножко щурюсь. В общем-то, да, один день не отличается от другого, я только, не знаю, ем, сплю и занимаюсь. Всё, на этом мои активности просто закончены. Потому что, ну, YouTube иногда смотрю по вечерам, ну а так сейчас основное моё время уходит именно на три замечательные буквы. Поэтому и не снимаю вам видео о целом моём дне, потому что обычно я там куда-то хожу, что-то там делаю, но сейчас это просто мой стол, моя комната, и, к сожалению, это так. В общем, до первого экзамена у меня осталось меньше двух недель. Это будет русский язык, и вы об этом тоже знаете. И я также сообщала вам информацию в моём официальном телеграм-канале, он называется так же, как мой канал на YouTube. Если вы не подписаны, то обязательно подпишитесь, потому что, например, об этом вы не знали. В ближайшее время, как вы понимаете, я буду меньше выпускать видео, буду стараться одно в неделю, но вот эта неделя и следующая у меня без экзаменов, а вот через, ну, неделю, получается, там у меня русский в конце мая и начало июня у меня математика. То есть у меня на одной неделе будет два экзамена, это русский и математика, а информатика будет очень далеко там в конце июня. И поэтому я надеюсь на ваше понимание, я, к сожалению, не смогу пока что часто выпускать ролики, но обещаю, что потом я прям вот займусь контентом и вас ждет много всего интересного. У меня уже есть много разных идей, но пока что у меня немножко другая задача. Я сегодня также проснулась немножко пораньше, в 7 часов утра, там с чем-то, в 7.40, по-моему, и в 8 я уже села за математику, у меня было, ну, где-то 4 часа математики, и вот теперь будет русский. Информатика сейчас, естественно, занимаюсь меньше, потому что этот экзамен будет потом. Сейчас пью свой чаек, немножко отдыхаю, наверное, минут 10 посмотрю что-нибудь на ютюбе и приступаю к заданиям. И когда я устала и хочу отвлечься от реальности, так скажем, я просто включаю что-нибудь бессмысленное. И, кстати, ребята, хотела вам показать мой новый рюкзак от компании XD Design, модели Bobby Soft. Он мне находится здесь, сейчас я вам подробнее о нем расскажу. Мне понравилось, что рюкзак выглядит компактно, также он органично смотрится на спине, и при этом достаточно вместительный. У Bobby Soft мягкий корпус из плотной водонепроницаемой ткани. Благодаря хитрой системе молнии вы можете сократить или увеличить размер рюкзака в зависимости от текущих потребностей. А еще на молниях основного отделения есть специальная застежка, которая не позволит незаметно для владельца вскрыть рюкзак. Сейчас я вам покажу, как это работает. Внутри у рюкзака есть несколько карманов и отделение для ноутбука диагональю до 15,6 дюймов. Также, как и другие модели Bobby, новый Bobby Soft обеспечивает защиту ваших общей от кражи, благодаря вскрытым карманам и молниям, а также RFID защите. Такую защиту имеет вместительный внешний карман на спине рюкзака. Еще один внешний карман размещен на левой лямке рюкзака, в него отлично помещается проездной. Карман закрывается на молнию. Еще для меня большим плюсом являлось то, что у рюкзака есть внешний USB-порт для удобной зарядки гаджетов на ходу. И внутри рюкзака есть съемный карабин для ключей. Мне понравилось, что компания XD Design заботится о сохранении природы, поэтому рюкзак Bobby Soft сделан полностью из переработанных материалов, о чем свидетельствует здесь отдельная бирка. Я долго думала, какого цвета мне выбрать рюкзак, потому что он представлен там в целых пяти цветах, но все-таки остановилась на темно-синем. Покупать рюкзаки Bobby рекомендую у официального представителя XD Design в России в интернет-магазине xddesign.ru. По моему промокоду GOLDEN вы получите скидку 25% на все рюкзаки и сумки XD Design. Действует две недели. Расскажу сейчас немножко, как я готовлюсь к русскому языку. Прямо вы читаете, ну, практически перед экзаменами. Я решаю варианты, вообще везде, где только можно, и из сборника вот этого. Я его весь прорешала практически, знаете, у меня там осталось буквально, ну, вариантов, может, шесть, вот так. Всего 36 вариантов. И либо с решу.ег, просто открываю. Для меня решу.ег это не самый удобный сайт, это не самый лучший, но просто для разнообразия, почему бы и нет. Все, время пошло. Сейчас будем с вами этот вариант решить. Просто открыла наугад. И, конечно же, после того, как ты решил вариант, очень важно отрабатывать свои ошибки, поэтому у меня есть отдельный блокнот, куда я выписываю все свои такие потенциальные ошибки или задания, в которых я допустила ошибку. Пишу, какие номера мне бы проработать. И на сегодня я бы хотела написать номер. Сейчас я его напишу. И конкретно этот номер я буду просто решать задания подряд, нарешу.ег. Там просто открываете, есть как бы подборка заданий, и вы можете решать, хоть там первое, десятое, пятнадца, там вам вылезет 80, может, больше вариантов этого задания. Конечно, в сборнике так нельзя, потому что, ну, они просто идут подряд в варианты, а здесь вы можете конкретно выбрать задание и его отработать. Вот это удобно. Конечно, не все задания актуальны, но по-русскому, мне кажется, особо не важно, они актуальны или нет, они всегда будут, ну, примерно одинаковые. Вот по математике да, а по-русскому, я думаю, что уровень сложности примерно такой же. Вообще, я редко разговариваю с вами на тему экзаменов, потому что все свои впечатления я бы хотела рассказать вам потом уже, но могу сказать одно, то, что они как бы тебя очень сильно тревожат, и я уже очень хочу их стать. Просто, мне кажется, 21 июня я буду самый счастливый человек на планете Земля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тест решала, уже увидела все свои ошибки и прямо сейчас буду собираться к репетитору. А сейчас будет супер-мини-перевоплощение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Классный, конечно, у меня обстановочка на рабочем столе несвойственная, в принципе, мне. Я просто хотела вам показать, как классно падает солнце, и, в принципе, очень светло. И утром, днем, конечно, такого нет, и это именно вечером, именно летом. У меня так ближе к лету происходит, мне очень нравится, потому что становится сразу так уютно и так атмосферно. Не всегда, кстати, включаю подсветку, когда делала уроки, не знаю, иногда просто надоедает. Сейчас время 21. И я хотела чуть-чуть совсем порешать русский, и, наверное, на этом все, потому что все-таки хотела бы позаниматься сегодня еще чем-то другим, так как с самого утра занималась, ну, ЕГЭ, вы это знаете. Так что сейчас буду нарешивать, решу ЕГЭ-16 задание, а после, ну, не знаю, может быть, решу вариантик здесь, может быть, уже не буду, я два варианта и так за день решила, в принципе, свою норму выполнила. Кстати, я вот буквально сегодня думала о том, что мне нужно будет организовать свое рабочее место, точнее, переорганизовать, потому что есть много ненужных тетрадок, учебников, которыми я не буду пользоваться, контурные карты по географии, мне нужно все это глобально разобрать, все пеналы школьные, то, что мне уже не пригодится. И, кстати, вот, например, здесь, вы знаете, у меня есть комод, вот эти вот, например, в тетради, здесь у меня предметная тетрадка по литературе, по географии, по истории, и, соответственно, или я, конечно же, не буду пользоваться больше, они мне не пригодятся, только если я оставлю их на память или что-то такое. Я бы хотела, правда, все это перебрать, всю канцелярию, все свои вещи, и, так скажем, подготовить себя и свою канцелярию к новому учебному году. Вообще, это будет очень такой интересный этап в моей жизни. Пока что, конечно, мне немножко не до этого, и я бы не хотела тратить время на уборку, так как это реально займет много времени, но я бы хотела снять отдельный видос. Когда я уже сдам все экзамены, то думаю, что этому видосу точно быть. Кстати, пишите в комментариях, как вам эта идея. Мне кажется, прикольная и будет интересно вообще посмотреть, что мне пригодится, что не пригодится. Буду вам все показывать и рассказывать. Субтитры создавал DimaTorzok Хочу только напоследок пролистать свой блокнотик еще раз и повторить. А еще посмотрите, сколько всего здесь и сколько здесь после сдачи учебников. У меня тут только... Кстати, вот это можно выкинуть будет, но я говорю это, потом все будем с вами разбирать, все тетрадки и все такое, потому что, если я сейчас начну, то меня будет не остановить. В общем, да, этот учебник мой был, здесь дневник у нас, вот эти вот всякие штучки мои тоже. Показываю вам продвижение в моей картине, вы немножко увидели, здесь уже готов весь сверх, вот так вот вы можете увидеть, уже один глаз есть, второй тоже скоро появится, и я думаю, я вам уже говорила, да, что это будет моя собака, ну, как бы похожая собака, то есть сама порода, так что мне терпится уже ее докрасить. Я не знаю, пока что у меня, конечно, такие замедленные темпы ее раскрашивания, я думаю, вы сами понимаете почему, но я хочу ее добить до середины лета. Не скажу, что я мега довольна результатом, нормально, сойдет, потому что я всегда буду спереборщить, и лучше мне выйдут брови немножко покривее, но не такие темные, как они могли бы быть. И я надеюсь, что вам понравилось это видео, скоро буду ложиться спать, сейчас время полдесятого, мне еще нужно помыть голову, я в последнее время ложусь пораньше, потому что так гораздо лучше усыпаюсь, стою раньше и успеваю делать больше дела, поэтому вам советую делать так же. Ну, не знаю, вообще это все индивидуально, но лично мне это очень нравится и помогает держать себя как-то в тонусе, поэтому не забывайте подписываться на мой канал, всем пока!